Ребятушки, всем привет! С вами Мухинсон77. Сегодня новый выпуск по тактикам. Не забываем подписываться на канал, ставить лайкосики. Разберем сегодня такие тактики, как 422, 4231 и 4332. Так что запасаемся чаехой, кофеехой, кто может покрепче, значит покрепче, вкусняшками и вперед к просмотру ролика. Ребятулечки, первая схемка у нас сегодня с вами, как всегда, моя любимая 4231. Я ее полностью перетряхнул, потому что чуть-чуть что-то стало не так играться как-то после патча. Поэтому я ее чуть-чуть перетряхнул и сейчас расскажу вам настроечки. Играется она намного интереснее, чем была до патча. Значит, защитный стиль баланс по всей ширине 55, глубина 60. Если кому-то не нравится глубина и слишком высоко, вы можете ее чуть-чуть опустить до 55. Значит, атакующий стиль, розыгрыш мяча, быстрый и голевые моменты, прямые пассы. Объясняю сразу. Если кому-то не нравятся прямые пассы, именно вот такие открывания, вы можете попробовать поиграть с забеганиями. Это на ваш вкус. Кому что больше нравится. Кому нравится забегание, тот ставит забегание. Кому нравится играть с прямыми пассами более комфортно, ставите прямые пассы. Едем дальше. По всей ширине, значит, у нас 60 игроков. Штрафной 6. Угловые штрафные, кто как любит. Это именно мои настройки, которые я рекомендую. Остальное я давал вам советам. Переходим к указаниям. Как обычно, по традиции, начинаем с вратаря выходить на вес и играть последнего защитника, потому что слишком все задрано. Центральных защитников не трогаю. Как обычно, значит, у нас левый и правый защитник оставаться сзади при атаке с забеганием. Я эту тактику, сразу говорю, использую, когда начинаю матч, чтобы прощупать соперника. То есть она оборонительная. В основном я ее также использую для того, чтобы удержать мяч. То есть доиграть до конца при ведении счета. Это моя такая защитная тактика. Значит, Горецкая и Нкунг одинаковые указания. Закрывать соперников, оставаться сзади при атаке и закрывать центр. Все три центральных, так сказать, левый, центральный и правый полузащитник получают одно единственное указание. Замыкать навесы в штрафную и свободное перемещение у всех трех игроков. Так что как-то вот так. Если вам будет не хватать именно в центре треугольничка, вы можете дать своему ЦАП удержать позицию. Он у вас будет находиться на позиции. И схема вот из вот этих вот троих не будет ломаться. Но мне больше понравилось изданно свободное перемещение. Поэтому я оставил. Криштиану Роналду, значит, забегать за защитников больше ничего. Но опять так же, если вам нужно будет, чтобы вы хотите, чтобы у вас оставался кто-то впереди, вы можете просто ему сделать, оставаться впереди для того, чтобы выносить мяч, и он у вас смог зацепиться. Но мне больше вот понравилось именно забегать за защитников. И они там, кто-то Бэкс иногда впереди, где-то Рэш, где-то Джолсон Мартинш цепляется. То есть, вот ротация, это довольно-таки интереснее. Так что пользуйтесь, а мы идем к следующей схемке. Следующая у нас схемка, кстати, одна из моих открытий. Она мне очень сильно понравилась. Это 4-3-3-2. Я в основном ей начинаю, когда чувствую, что мне надо поддавить. Мне чуть-чуть не хватает. Надо выйти чуть-чуть в атаку. Я вот ей начинаю играть. И довольно интересная, но сразу говорю, сильно расходует стамину. Поэтому, если у вас игроки со слабой стаминой, где-то они будут проседать, придется делать замены. Значит, защитный стиль. Прессинг при неудачной обработке. По всей ширине 55, глубина 50. Можете, в принципе, если вам чувствуется, что чуть ниже, можете поставить 55. Значит, розыгрыш мяча. Длинный пас и голевые моменты баланса. По всей ширине 45, игроков штрафной 4. Угловые штрафные по вашим указаниям. Как хотите, так и делайте. Переходим к указаниям игроков. Начинаем, как обладать по традиции с вратаря. Значит, баланс ничего не трогаю, потому что линия, в принципе, не слишком задрота, поэтому ничего не трогаю. Кемпеби и памиканы ничего не трогаю, как обычно. Левый и правый защитники получают оставаться сзади при атаке. Традиционные перехваты и забегания. Горецко. Центральный опорник. У меня единственный опорник, который постоянно сидит дома. Закрывать соперников, оставаться сзади при атаке, закрывать центр. Бекс. Тот цепешник, который у меня более атакующий. Получает сбалансированная атака, замыкать навесы на штрафную, закрывать центр. А второй цепешник получает ждать у границ штрафной и закрывать центр. Для чего? Для того, чтобы сильно не просаживать нашу с вами центральную линию. Поэтому он кунку далеко не убегает. Горецко всегда сидит дома, а Бекс поддерживает атаку. Довольно интересная схема, прикольная. Особенно для тех, кто любит играть флангами. Фланги тут мобильные, быстрые. И если вы посмотрите мой предыдущий ролик как раз по флангам, как, что, куда подавать, вы будете просто кайфовать от этой схемы. Значит, Джелсон Мартин и Решфорд. Два крайка вернутся в защиту. И замыкать навесы в штрафную. Больше у них никаких указаний нет. И единственный наш форвард оставаться в центре смешанная атака, оставаться впереди. Прошу любить и жаловать, пользуйтесь и отписывайтесь, что кому и как помогло. А мы едем дальше. И крайняя на сегодня схема этой 4-2-2-2. И я начинаю играть тогда, когда я чувствую, что эти две схемы мне не помогают. Я перехожу на перестроение в 4-2-2-2. 2-2 нападающих. И, в общем, начинаю дожимать игрока вот этой схемой. Либо дожимать, либо пытаться отыграться. В общем, тогда, когда надо отыграться. Либо выйти вперед. Значит, защитный стиль. Прессинг при потере мяча. По всей ширине 60. Глубина 65. Давим, давим потихонечку. Значит, розыгрыш мяча. Длинный пас. И голевые моменты забегания. Тому, кому не нравится стиль именно забегания. Он не может к нему привыкнуть. Ему не нравится, как двигаются ваши игроки. Вы ставите прямые пасы. Тому, кому не нравятся прямые пасы. Естественно, вы просто ставите забегание. И играете, как играю я. Но мне именно понравилось на забегании. Значит, по всей ширине 65. И игроков в штрафной 4. Угловые штрафные. По вашему желанию. Сколько хотите, сколько выставляйте. А мы переходим к указаниям игроков. По традиции с Донорумя. Выходить на навес, сыграть последнего защитника. За счет того, что поднята слишком высоко линия. Центральных защитников не трогаю. Левые и правые защитники. Оставаться сзади. Традиционные перехваты. Забегание. Если вам не нравится, что ваши защитники забегают постоянно. И вы теряете позицию. Получаете контратаку на этом фланге. Вы ставите смешанную атаку. Но мне нравится, когда они подключаются. Тем более через навес. И поэтому я это обожаю. Значит, опорная зона. Абсолютно оба получают. Закрывать соперников. Оставаться сзади. И закрывать центр. Цапнички мои, так сказать, фланги. Единственное указание у них. Вернуться в защиту. Больше я ничего им не даю. Бэкс это первый нападающий, который менее атакующий. Более созидающий. То есть тот, который играет в принципе роль Цапа. И желательно Цапа играть. Оставаться в центре. Забегать за защитников. Вернуться в защиту. И основной форвард. Мой Криштиану Роналду. Оставаться в центре. Забегать за защитников. И оставаться впереди. Тестируйте. Пробуйте. Надеюсь, вам зайдет. Ребятулечки. Я надеюсь, вам понравились мои тактики. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайкосики. Пишите в комментариях, какие тактики вам больше понравились. Какие зашли. Какие не зашли. Какие хотели бы видеть. Я надеюсь, эти тактики вам помогут стать лучше. Набрать больше очков. Больше обыграть соперников. В общем, всем спасибо. Всем пока. Увидимся. Либо в следующем ролике. Либо на стриме.